Привет! Это Дэнки. И сегодня я хочу поделиться своей скромной мыслью, которая разворачивается из небольшой истории, которая приключилась со мной в детстве. Как-то в школьные годы мне довелось некоторое время ходить на секцию по карате. Холодный спортивный зал с ядовито-красным полом, синтетические спортивные штаны и старая футболка, которую я давно перерос, но ее было уже не жалко. Тренер в белоснежном кимоно пытался не просто выучить нас выправлять ногу при прямом ударе, но и заложить в наши детские головы какие-то задатки восточного философского мировоззрения. Среди нас, ходивших по вторникам и четвергам, были ученики разных классов, и особо выделялся из них парень по имени Максим. Он был порядочно старше среднего тренирующегося мальчишки, высоченного роста и уже готовился выпускаться со школы, но к удивлению для тренера и всех нас, при всех своих вводных на спаррингах он показывал себя не очень храбро и боевито, даже при намного более слабых соперниках. Как любой порядочный одиннадцатиклассник, Макс увлекался походами в местный бар по пятницам. Отмечу, это провинция, с середины нулевых, клубов еще особо нет, классический гадюшник, немытая барная стойка, три бутылки портвейна и непропорционально большая по сравнению с ними бутылка водки, как украшение витрины. Аудитория заведения не особо взрослая, школьники да бурсаки, рабочие мужики выпивают, когда им нужно, без этих пятничных сантиментов, с оглядкой лишь на свою смену и кто будет дежурить на их проходной завтра. Макс принялся расхаживаться около каких-то девушек, чем вызвал недовольство конкурентов. И на замечание о том, что это поле обрабатывается другими комбайнерами, сразу же возмутился и предложил выйти раз на раз. Жалко, конечно, что поставленного прямого удара ногой в барной тесноте оказалось недостаточно. Только Макс мужественно переступил порог кабака, как сразу же его ударили пивной бутылкой по голове и принялись пинать толпой. Дальше, конечно, порезы, сотрясение, больничка, никакой ответственности, конечно, ни для кого не наступило. Безуспешно отец с кумовьями искал обидчиков, карате, как обычно, никому не помогло. Где-то через месяц Макс вернулся на тренировку и в раздевалке перед младшими рассказывал, как храбро отбывался за свою честь от толпы хулиганов. Но молва шла быстрее его и выглядело это все откровенно жалко. Когда мы выстрелили с две шеренги, тренер вызвал его перед строем. И тот счастливо выбежал, очевидно, надеясь услышать какую-то похвалу о том, как он храбро выстоял против Орд неприятен. Но сенсей приказал ему встать на кулаки и выполнить тысячу отжиманий. Макс был в недоумении. Что? Как? Да на меня же напали. На что сенсей начал чуть ли не кричать. Что ты там делал? Человек, который не первый год занимается спортом. Человек, которому я лично регулярно объяснял о том, что такое карате. И о том, что это не только махи руками и ногами, но и целый комплекс морально-этических представлений, поведений, образа жизни. Что ты делал в баре? Когда ты туда пришел, ты уже проиграл. Ты был не трезв. Ты был в непонятной компании. Девушку с какими ценностями ты собирался найти? Какими ты был окружен друзьями? Ты проиграл, только оказался там. Еще до драки. Макс начал психовать, что-то огрызаться, и в итоге по девичью убежал в раздевалку, на чем мы больше его не видели. Сенсей в тот вечер наказал нас всех, и мы вместо веселых спаррингов и прочих любимых занятий стояли на кулаках, потом на ладонях, насколько нас каждого лично хватило. Мне до сих пор вспоминается та ситуация, и это в чем-то стало частью моего жизненного кредо. Конечно, в никакие бары я никогда не ходил, но эту мысль можно расширить на многие сферы нашей жизни. Что ты там делал? С теми людьми, которые плохо на тебя повлияли, за теми занятиями, которые не приносили тебе пользы. Что ты делал на тех тусовках, на которые тебе были не рады? Что ты там делал? Рано или поздно с возрастом это доходит до многих, но я хочу взять еще немного шире, даже про информацию, которую мы потребляем, про наши интересы, про крастинацию и потерю времени за абсурдными действиями, в общении на пустые темы с пустыми людьми. Что я здесь делаю? Чаще задавайтесь этим вопросом. Что я делаю здесь, как человек, которого я строю определенным образом? Вот что важно. Это простая, но хорошая история. Как можно называться благодетельным человеком, присутствуя при неблагодетельных вещах? Итак, это интересный и широко охватывающий вопрос. Что я здесь делаю? Какую цель я перед собой ставлю? Куда я иду? Нужно выбирать свое окружение, как физическое, так и ментальное, в соответствии с планом своей личности, куда каждый из нас идет. Спасибо. Это был Даньки. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно, отправьте это видео Максиму. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok